друзья видео будет относиться к технике безопасности вот кто будет на территории летнего училища суворовского значит смотрите вот гнездо шершней начался сезон шершней вот смотрите прям на дереве выше человеческого роста но что-то смотрю не летают здесь но по-любому там есть просто еще как бы рано сутрица да потом смотрите это вот район домика да вон там за генеральским домиком получается смотрите это к чему видео что на одном месте они кучкуются да как бы шерш не шерш не 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 конкуренты получается как на пасеке вот за генеральским домиком там в дупле на углу где вину внутренний периметр выше человеческого роста в дереве они живут затем вот смотрите вот здесь я месяц назад нарвался вот получается как идти к электрическому щитку это я говорю что они пучкуются конкретно ну на коротком расстоянии друг от друга вот видите сейчас вот покажу это здесь я нарвался месяц назад три укуса вот видите на земле как литровая банка вот как литровая банка видите гнездо не буду близко подходить потому что вчера весь день вот косил в нем внутренний и внешний периметр южную часть и получается сейчас видите фамилия у меня староженко у нас семье очень четко развита безопасность чувство безопасности поэтому вот способом двигаюсь вот такие враги все преодолеваем его сейчас покажу о центральной аллее это вот получается три места вот в 30 метрах поэтому если увидели одно гнездо рядом значит будет другое вот видите везде все скошено а вот здесь под деревом не скошено вот в этом дереве на уровне человеческого роста вот в дупле только с той стороны близко не буду подходить тоже гнездо шершней вот здесь летают здесь активные и вот там южная часть вчера вот тоже григорьевич пошел меня проверить без разбора сразу в голову бьют поэтому у меня вот сетка вот такая но по рукам бьют опухаешь но григорьичу в затылок сразу с налету врезала поэтому будьте безопасны будьте бдительны безопасны значит я знаю вот там на где спортивный городок земляные осы ну осы как бы не сильно ну тоже мало мало плохо если количеством налетят а шершни это реально опасно супрасти надо сразу пить таблетку или на крайний срок я по первому образованию техник пчеловод нас учили в 1982-1985 году матерые пчеловоды стакан бражки надо выпить или медовухи или рюмку водки ну не знаю кто говорит при укусах змей алкоголь нельзя пить потому что разносится яд по этому самому по организму но видите у пчел у них жало острогой за усеницами она пчела погибает выдергывает весь себе всю брюшную полость и яд остается поэтому надо быстро эту капельку удалить яда да вот когда пчела укусила она пробила кожу и туда как иголкой вспрыснула яд а шершень не знаю как шершень но у осы жальный аппарат он как кинжал он без заусениц оса остается живая вот про шершень честно не буду вам обманывать но для меня было чем самому интересный опыт вчерашний и сегодняшний что они друг от дружки кучку юса вот поэтому надо быть внимательным мне сейчас как раз вот косить зиме это лесную часть и вот слава богу вчера чуйка в 20 часов я закончил прям внутренний голос мне говорит володя все прекращай не дай бог нарвешься а враг там короче неудобно убегать и убежать не успеешь а как бы темно как бы там охранник на другом конце здесь и останешься вот поэтому конечно вот в темноте конечно прекращать надо работать тем более в лесной части ну все это я вам говорю что у меня все с головой как бы голову включили все как бы рисковать я люблю но оправданный риск ну все помогай бог смотрите youtube канал там я сегодня записал хорошее видео линия жизни формула успеха это я обучался у предпринимателей успешных миллиардеров мирового уровня международного и вот я решил на своем ю тубе еще вот вот рассказывать но там по часу лекции до часа до часа рассказывать вот то что я узнал от миллионеров между 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 народного уровня помимо своего опыта вот еще просто даже то что я не успел сам практически но я применяю но результаты еще как бы не такие как у них потому что ресурсы у каждого разные начальная . старта у каждого разное но зато я это знаю и надо команду ведь и надо команду собирать из предпринимателей из людей состоятельных так тогда конечно ну надо покрупнее партнеров допустим я в усуриске искал партнеров да там допустим нашего уровня до городского а люди ищет координаторов на уровне страны да в каждой стране координатор они как бы в разных странах ищет по одному человеку и вкладываются в него и развивают его как лидера местного на страну и у них получается международная такая паутина сеть ну а я как бы по мелочи ну все смотрите youtube-канал сраженка владимир при 7 924 1 2 3 24 44 с вассабом с телеграммом